Приветствую вас, Вера. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете, что с мужем живем 8 лет и сын 7 лет. Жили сложно, он меня бил не раз. Ну, смотрите, здесь, конечно, есть проблема насилия. Проблема насилия всегда связана, с одной стороны, с заниженной самооценкой, с драком остаться одной, а и некой мазохистической, к сожалению, позиции. Такая глубинная история, короче, я считаю, что он достоин того, чтобы его убили. Хотя, признаться в этом принципе, ему стыдно, да, самому себе. Вот, значит, проблема насилия, она существует, потому что мужчина, который поднимает руку на женщину, ну, это мужчина, мягко говоря, не уважающий себя сам. Потому что поднимает руку на женщину, на мать свою ребенку, ну, это, как я говорю, не уважение к себе самому. То есть это не уважение, это не про уважение к вам, это не про уважение к ребенку, это именно про не уважение к себе самому. Потому что я бью то, я бью тех, кого я люблю. Вот, если я бью тех, кого я люблю, даже если я не люблю, то, ну, это еще раз повторю не уважение. То есть вы, по сути, общаетесь с человеком, который не уважает себя. Вы занимаетесь этим, ты человек, который не уважает сам себя. Вот, соответственно, не уважая сам себя, он не может уважать вас. Вот, и почему-то вы соглашаетесь на то, чтобы человек не уважал вас. Вот. Размотно, потому что, опять же, у вас занижена ситуация с сумасшенкой. Так или иначе, проблема того, почему вы терпите насилие и, по сути, хотите вернуть мужчину, который неоднократно вас сбил, состоит достаточно быстро. Это влияет и на ребенка, который перенимает те или иные деструктивные модели поведения у родителей. Вот. Ну, тут очень такая история всеобъемлющая, ее нужно разбирать. Да? Вот. То, что вы сделали сложно, я вам верю, много, очень много людей живут сложно, но далеко не все люди бьют друг друга и берутся. Вот. Поэтому, поэтому, да, есть ваш вклад в сложности, в ваших отношениях, в вашем проживании. Вот. Ваш вклад нужно также разобрать, ваш вклад нужно также поиследовать вам, также извлечь опыт из тех вещей, которые, ну, вот, происходили с вами. Но, совершенно однозначно я могу сказать, что терпеть насилие, это значит вредить себе и ребенку, и вредить самому человеку. Вот. То есть, тут вот, очень важно этот момент разобрать. Проблема заключается в том, что я не очень понимаю, как вы относитесь к тому, что мужчина вас сбил. Я не очень вас понимаю. Дальше. Потом я вызвал милицию, ему грозила депортация, с тех пор руку на меня больше не поднимал. Ну, то есть, по сути, из-за страх. С ребенком помогал, но чувства мои к нему давно остыли. Тут летом у меня возник роман с его племянником. Ну, в принципе, это вполне логичная история, потому что чувствовался ли, женщина ли, вы себя не чувствуете, мужчина, своим отношением к вам, себя, своим отношением к вам, вас, я уверен, смотивировал усомниться в том, что вы женщина. Вот, насколько вы вообще привлекательная и, ну, скажем так, достойная женщина. Вот. Так что в том, что вы вызвали роман с его племянником, ничего нет удивительного. Другой вопрос, что чувства к мужчине у вас остыли, как вы сами говорите, а вы предотвращаетесь с ним жить. Другой вопрос, что раз появились чувства к другому мужчине, неважно к кому, значит, чувств к мужу нет. И сперва завершить нужные отношения с мужем, а уже потом начинают новые отношения. И самое главное, что нужно понять, что есть проблемы между вами и вашим мужем, вследствие чего и возник ваш роман. И даже если у вас есть друг к другу чувства, без разбора этих проблем ситуация не решится. Ну, судя по поведению вашего мужа, он как-то вот проблемы эти решать не готов. То есть как бить вас можно, а вот как вы проявили, значит, потребность в любви, нежности и ласке. Ну, тут сразу всё, трагедия, я ухожу из дома и прочее, прочее, прочее. Так что, опять же, подумайте, в каком мужчину вы хотите выходить и вы хотите себе вернуть, и чтобы что, чтобы что. Так что, муча знала, племянник в чём стоял и уехал на родину, муча ушёл жить на дачу. Ну, что-то не очень понятно, в чём стоял и уехал жить на родину. Как это что происходило, где вы были в этот момент? Не понял, не понял. Значит, муча ушёл жить на дачу, приходит к нам. Кому? К вам? То есть, есть у вас, есть личные, видимо, проблемы, личные границы. Кому? Кому к нам? Ко мне и ребёнку? Ну, так и нужно говорить, что ко мне и ребёнку. Ну, вот. Или просто в дом, но не к нам. Смотрите, это ещё одна проблема, косвенно показывающая, что раз у вас нет лишних границ, значит, вас можно ударить. Моется на счёт иногда, бывает секс. Ну, опять же, всё равно бывает секс. Вы хотите секс или как? Потому что странно. То есть, видите, никакой личной ответственности нет. Вы непонятных как относитесь к тому, что у вас остыли чувства к мужу. Вы непонятных как относитесь к тому, что у вас привели чувства к другому мужчине. Ну и непонятно, как относиться к тому, что племянник уехал на дачу, уехал к себе на родину, хотя у вас не догадался роман. Не очень понятно, как относиться к тому, что муж ушёл здесь на дачу, делает себя виноватым. Не очень понятно, как относиться к тому, что иногда приходит к вам моется и занимается сексом с вами. То есть всё вот это, да, лично исключает личную ответственность. А раз исключает личную ответственность, исключает особенность того, что вы делаете. А раз исключает особенность того, что вы делаете, значит исключает наличие адекватного вектора поведения для вас. Такого, чтобы он был вам в первую очередь приятным. Чтобы он вам в первую очередь нравился, чтобы вы хотели делать то, что вы делаете. Дальше. Я хочу восстановить отношения и жить дальше с семьёй. Не очень понятно, что именно вам нужно. Я хочу восстановить отношения. Хорошо, но у вас остальные чувства. Я хочу восстановить отношения. Хорошо, но мужчина вас сбил. Я хочу восстановить отношения. Хорошо, но мужчина даже не пытается понять, из-за чего всё это произошло и не готов получать проблемы. Я хочу восстановить отношения. Хорошо, но мужчина вас использует. То есть, как бы, зачем восстановить отношения? Чтобы дальше жить с семьёй. О какой семье вы говорите, если ваш мужчина вас бил и у вас остыли к нему чувства? О какой семье вы говорите? Зачем вам семья? Давайте всё-таки вот подумаем, зачем вам семья, да? Потому что здесь вы говорите о семье, а не о человеке. Вы с семьёй хотите продолжить жить, а не с человеком. Вы понимаете? Вы не хотите делать человека счётным. По крайней мере, это возникает из вашего текста. Вам нужна семья. Семья нужна, чтобы чувствовать себя защищённым. Почему вы не чувствуете себя защищённым? Почему вы перекладываете ответственность за защищённость на своего мужчину? Вопрос? Вопрос. Как вы себя вести? Более ценно. Я думаю, что проблема в том, что вы как бы не цените себя. Считается ли это в самом деле уходом из дома, где кто хочет уйти, то встаёт и уходит? Нет, это манипуляция. Считается, это манипуляция. Я живу в страхе, а вдруг всё сделаю не так, опять плохая жена. Ну, вот с этого момента я бы на самом деле хотел бы поподробнее. Какой плохой жене вы говорите, если муж вас убил? А какой плохой жене вы говорите, если чувства вас убили к мужчине? А какой плохой жене вы говорите, если вам чего-то не хватает? А какой плохой жене вы говорите, если вы нуждаетесь в чём-то, что муж вам не даёт? То есть, это очень, если честно, очень похоже на некий такой, стрелять, стрелять и, знаете, что я плохая жена. А ваш муж не плохой муж, что он вас бил, что он себя с вами манипулирует, что он используется, занимается всяком исламом. Что он для меня никого играл подсос. Чего вы боитесь? Вера. И понимаете ли вы, что из-за вашего брака, из-за ваших конфликтов вся эта ситуация происходит. В том числе из-за своих противоречий вы выбрали такого мужчину, который вас по большому счету не ценит, не любит и не принимает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего желаю вам всего самого доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. tahu.